Продолжение следует... Продолжение вебинаров из серии «Моя профессия – трейдер» на примере аналитической торговой системы «Золотой крест» или «АТС Голд Кросс». И в частности, этот вебинар и следующий вебинар будут предназначены для краткого обзора и вопросов от слушателей. Первый вопрос уже поступил. Исходя из того, что система универсальна, она может сработать на разных инструментах и на разных таймфреймах. И, наверное, под разные таймфреймы инструменты систему нужно подстраивать. Нет. Каждая торговая система, хорошо отработанная и разработанная, имеет правила. Если трейдер недостаточно хорошо знает составляющие торговой системы, это индикаторы, на которых она построена. Сегодня разговариваем об индикаторной торговле. Если трейдер недостаточно хорошо выбирает таймфрейм для работы, если трейдер старается снять с рынка по короткой, без учета сессионного движения, то любая торговая система просто вылетает и трейдер, так сказать, сгорает от того, что вынужден принимать слишком много решений. Это уже психология трейдинга. Так вот, я вкратце повторюсь в начале вебинара о составляющей торговой системы Gold Cross, о понятиях. Основное понятие – торгуем в любом направлении с прибылью. Затем, оценка рынка. Локальный экстремум цены. Low или High. Range цены. Размах цены. То есть расстояние между Low и High выраженные в пунктах. Low и High цены или локальный экстремум может быть выражен сессионно на часовом графике на любом таймфрейме. То есть трейдер выбирает основной таймфрейм, на котором он производит аналитику. Затем определяет ценовой канал, флэт или тренд. И ближайшие ценовые уровни. Это относится к любому рынку, к любому торговому инструменту. Затем, индикаторы торговой платформы, вкратце, позволяют трейдеру при достаточном знании того, как работают эти индикаторы и что они считают, построить торговую систему. Торговая система включает в свод правил, которые следует трейдер. Это управление капиталом. Управление капиталом, который трейдер выпускает в рынок и забирает с рынка. Анализ состояния собственного счета по стейтменту. Время входа в рынок. Таймфрейм, на котором анализируются сделки совершенные. И параметры торговой системы. Простейшая торговая система может быть построена на двух запаздывающих индикаторах. Это МАКТ по нормальным параметрам и МАКТ с параметрами 108. Тогда вы получите так называемую тренд. Следующую систему запаздывающую, которая хорошо определяет хай и лоу любого рынка. То есть рынок как таковой всегда движется циклически. У рынка есть хай и есть лоу. Это экстремум у цены. Размах цены. Это рейндж цены. Именно размах. Определяется канал цены флэт тренд. И ценовые уровни ближайшие. То есть все торговые индикаторы или индикаторы торговой платформы. Представленные в МТ4, в МТ5, в Зенфайер и других торговых платформах. Позволяют любому трейдеру, даже новичку. Хорошо анализировать текущую ситуацию. Поэтому, если трейдер постоянно подстраивает индикаторы и хочет получить быструю прибыль, то это неверная торговая система. По одной простой причине, что в этом случае трейдер не следует рынку около трех триллионов долларов, только по финансовым инструментам. То он пытается рынок подстроить под себя. Это заранее запланированный проигрыш. То есть рынок настолько глобален и настолько глобальные регуляторы рынка, это центробанки, в основном там новостной фон, что подстраивать торговую систему, вот если я сейчас там на этом МАГДИ поменяю такие параметры, то она быстрее будет показывать. Есть стандартные настройки, есть настройка МАГДИ-108. Вы цепляете на любом таймфрейме и долгосрочку, и краткосрочку в запаздывающем режиме. Поэтому подстраивать торговую систему, ее индикаторы, под намерение трейдера, это заранее запланированный проигрыш. То есть подстроить торговую систему под желание заработать никак нельзя. Рынок в этом случае просто вышибает. То есть трейдер получает маржин-коллы, начинает, так сказать, бегать по форумам, искать торговые системы, начинает советоваться. Есть одна хорошая поговорка. Деньги любят тишину. То есть прежде всего трейдер должен проанализировать собственную торговую систему, индикаторы, которые он применяет, на личную политическую и экономическую ситуацию, и только после этого принимать решение. Экономическая ситуация выстраивается заблаговременно. Ее можно распознать по тем или иным тенденциям в рынке. В частности, позиция по новозеландцу и фунту мне достаточно понятна. То есть большие деньги скупают большие земли. Поэтому торговая система, как таковая, может быть выражена в нескольких принципах, примерах, определениях. Торговая система должна зарабатывать трейдеру средства и приносить прибыль. Соответственно, если торговая система убыточна, то нет смысла ее модифицировать. Есть смысл модифицировать правила и им четко следовать. То есть наиболее простые торговые системы, безиндикаторные, это торговые системы, построенные на пробои ценового уровня. Это понятно? Таким образом, трейдинг это в основном с точки зрения психологии, управления капиталом, наличных средств, экономической ситуации, новостного режима, глобальных составляющих рынка, таких как движение капитала. Капитал всегда ищет свободную нишу для получения прибыли. То есть, учитывая монетарность политики любого государства, рабочая сила нанимается, производится из природных ресурсов, которые имеют различную оценку в различных странах. Вскоре я сделаю второе видео по золоту. Оно может быть неприятно, но в принципе так оно и есть. Значит, большие капиталы ищут средства, приложения, возможностей. Возможность капитала очень проста. Это производство прибавочной стоимости. То есть, если капитал не приносит прибыли, то в этом случае капитал, вне зависимости от его владельца, убыточен. То есть, такой капитал нуждается в укреплении. Средствами укрепления являются формирование рекламой, спросом, предложением, наличием рабочих мест, инструментарием и так далее. Это основные составляющие монетарной политики. Капитал никогда не сдается. Он ищет любые пути для того, чтобы выжить и произвести так называемый прирост. Прирост может быть выражен в том, что... Раньше считалось, что если инвестировать деньги в другую страну, то страна погибнет. Потом появилось свидетельение, что если инвестировать в другую страну, то деньги становятся средством страны. И страна уже ими свободно оперирует, совершая через аффилиаты внешние экономические сделки. Ну, на примере того, что бюджет штатов вырос с 6 триллионов до 11 триллионов долларов. То есть, обесценивание доллара и евро. Евро сейчас стоит в пределах 0,5 к доллару. По идее, к рублю около 10 рублей. Доллар стоит около 8 рублей. Может, еще меньше. То есть, это все монетарная политика, которая сводится к тому, что простому обывателю не нужно знать о финансовых механизмах, о статистике и так далее. Таким образом, торговая система, как управление собственным капиталом, всегда должна приносить прибыль. То есть, вы сами регулируете собственную торговую систему, как капитал. То есть, капитал в этом случае становится торговой системой. Торговая система в этом случае отсекает все лишнее. То есть, обычным стандартным явлением для встреч Г7, Г8, Г20 всегда являлась флетовая позиция по евро. На текущий момент этой флетовой позиции нет. То есть, евро падает. С чем это связано? С тем, что вдруг неожиданно баланс ЕЦБ повысился до 16 чего-то евро. Откуда они взялись? Печатный станок. Значит, трейдер должен ориентироваться на собственные... навыки и торговать четко по правилам. Если я вижу коррекционный уровень, горизонтальный уровень, и вижу трендовые уровни с конечными целями, то я работаю от них. Со стоповыми и тейковыми позициями. Если риск-менеджмент допускает благоприятную позицию при всех совокупных факторах 1,3,1,4, то при 1,1 заходит по короткой 1,1,1,2. Это соотношение возможного убытка к возможной прибыли. Это относится как к внутридневной торговле, сессионной торговле, к среднесрочке и долгосрочке. Если трейдер работает на минутках, пятерках, и дальше не заглядывает, то, скорее всего, на в каком-то или заборе, или тренде он может получить прибыль, получить, так сказать, удовлетворение от собственного стереоторговли, а последующее резкое движение накопленной дивергенции. Дивергенции бывают не только на индикаторах. Это тема следующего вебинара. Ну и так называемые новостные дивергенции и конвергенции, когда ход валюты противоречит всему новостному фону. То есть нынешнее состояние евро при создании глобальной системы ЕЦБ практически с нулевым кредитованием нулевая процентная ставка по кредитам для стран-членов ЕС. Понижение банковской ставки ожидает на 0,25% по евро. Доллар уже в течение трех или четырех лет поддерживает практически нулевую ставку. То есть можно ожидать, что и Австралия, Швейцария, Канада и многие ведущие страны, как сырьевые, так и перерабатывающие, могут понизить собственные ставки. Россия в этом случае отстает там около 7% ставка банковская. Таким образом, торговой системой может быть любой подход, хорошо продуманный и проанализированный, при котором трейдер совершает сделки. При этом торговая система обязательно включает как стоповые, так и тейковые позиции. Прошу задавать вопросы. Какие исходные данные нужно задавать программисту для программирования МТС, чтобы он смог точно запрограммировать вашу торговую систему? Данных не очень много. Это в принципе наклон инфляционной линии 12.5, то есть там разброс 8-9 и повторение пиков. То есть о Голдкроссе как таковом надо говорить лишь с точки зрения того, приносит ли система прибыль трейдеру или нет. Поэтому давайте ближе к теме, именно по теме сегодняшнего вебинара, что позволяет мне при ручной торговле более 8 лет находиться в прибыли с небольшими просадками. То есть это понятие, которым я всегда следую при открытии и закрытии позиций. Должим. Сейчас я перейду к демонстрации рабочего стола торгового терминала МТ-4 и на примере совершенных сделок, а также рассмотрения входящих в торговую систему индикаторов проведу подготовку к следующему вебинару по одной простой причине. По той причине, что любая торговая система, если мы анализируем ценовой фон и новостной фон, на примере накопленного новостного режима, новостями нужно пользоваться аккуратно, поскольку новости являются средством управления, в рынке одновременно находятся около 3-4 триллионов долларов ежедневно. ЕЦБ приходит к мнению о том, что необходимо создать благоприятный режим, то есть нулевая процентная ставка для стран членов ЕС, то есть нулевое кредитование, а все внешнеэкономические организации, в этом случае страны ЕС выступают единой экономической зоной, производятся с той или иной процентной надбавкой, то есть любой внешний нечлен ЕС будет входить в так называемое кредитное окно с повышенными условиями, в то время как страны-члены ЕС будут пользоваться практически нулевой процентной ставкой. Почему я на это обращаю внимание? Меня очень насторожило при практически равных экономических условиях и экономических традициях, то есть рыболовство и сельское хозяйство, так называемая плавающая инфляция безработица. Это на примере Италии, Франции, Испании. То есть высокотехнологические страны всегда получают преимущество. Таким образом любые импортно-экспортные операции для не стран членов ЕС будут совершаться под более жесткие экономические условия и таким образом бюджет ЕС начнет пополняться. Это так сказать вывод предварительный. К тому же с учетом того, что ЕС собирается понизить процентную ставку. Об этом трейдеру, которых МТ4 получают новостной режим в онлайне. Снижение ставки ожидается на 0,25%. Смотрим процентные ставки. И таким образом еврозона вот процентные ставки. Евро 0,75. То есть 0,5. Америка работает под 0,25%. Таким образом трейдеры еврозоны получают преимущество. Это видно, да? Централ банк Бэнк Рейдс. О снижении ставки уже начинаются разговоры по Австралии. Новая Зеландия последует за Австралией. Если еврозона понижает процентную ставку, ставка Центробанка до 0,5%, это означает то, что в обращении появятся свободные средства. Это первый аспект. Второй аспект в том, что вся еврозона формирует или создает новую финансовую организацию с общим бюджетом Центральный Европейский Банк, то есть банк для стран еврозоны, который все экспортно-импортные операции могут проводиться между странами-участницами. Все займы, все кредитования, вся покупка-продажа сырья при нулевой ставке. Об этом уже разговоры давно идут. Все внешние участники в этом случае получают затрудненные условия. То есть некоторые таможенные ограничения, повышенный процент, кредит, задержку по обработке грузов и так далее и тому подобное. То есть глобализация рынков как таковая уже началась. Концентрация производства как производного уже от финансов идет уже ну очень давно и в ближайшем будущем с ученым того, что инфляция растет за счет того, что потребителя у конечного из-за того, что высокое качество продукции так называем снижаются так называемые потребительские свойства, то есть конечный потребитель не нуждается в более высокотехнологичном продукте. То есть в случае снижения ставки на 0,25% это 0,5%. Получается то, что склады начнут отовариваться и товар будет искать через ограничение долгосрочности так называемые товары с ограничением срока действия это на часах надпись была интересная изделие годно до поломки то есть гарантия распространялась до первой поломки. ну давайте вернемся к терминалу и продолжим я иногда переподключаюсь потому что сервер не тянет давайте начнем вернее продолжим ситуации по золоту на примере золота как индикатора хеджируемых позиций можно рассмотреть любую торговую систему как чисто ценовые уровни таймфрейм очень большой недели хеджируемых хеджируемые позиция очень большая четко образовался торговый уровень как линия поддержки мы имеем хай цены лоу цены и так называемую коррекцию фибоначчи значит рынок логически очень просто объясняется рынок очень легко просчитывается и рынок всегда благоприятен для трейдера в том случае если у трейдера есть торговая система в этом случае трейдер лишь только следует правилам торговой системы вне зависимости от инструмента который он торгует трейдер должен учитывать состояние баланса в стран гроз доместных продакт то есть стволовой продукт импортно-экспортной операции привлечение или так сказать участие иностранного капитала в экономике любой другой страны то есть приходит капитал или уходит капитал в частном примере Америка коррекционная зона для золота повторенная на истории и достоверный уровень коррекции по фибоначо то есть любой индикатор при правильном подходе хорошо работает следующую коррекционную зону мы видим немного ниже и выстраивание трейдером позиций в зависимости от выбранного инструмента должно строиться по таймфрейму то есть таймфреймом как я уже много раз объяснял является как сама цена на любом из таймфреймов то есть бары так и длительность накопления ценой определенного ценового уровня то есть вот эту позицию можно рассмотреть как таймфрейм то есть то как долго цена находилась в этом ценовом канале возьмем первый пробой и закончим на пробое на суточном графике это по-другому конечно выглядит но тем не менее видно что цена здесь находилась примерно около 18 дней то есть это таймфрейм так называемый то есть большие трейдеры работают на пробой и на пробой то есть на пробой ценового канала в этом случае стоповые позиции очень большие это суточный график не забываем хоть бары короткие то есть размах цены составляет примерно 50 пунктов до запятой это очень много по золоту после этого последовало падение золота новость в том что некий инвестор вышел из рынка то есть продал золото на сумму там порядка четырехсот двадцать по-моему 420 биллион долларов это очень большая позиция то есть как таковая ситуация по золоту то что золото в частности как ювелирка и техническое средство рынок начал переходить на вторичную переработку по золоту то есть скорее всего это долгосрочная позиция какого-то крупного трейдера это может банк хеджирующий фонд и так далее что рынок сокращается и начинается переход на вторичное сырье это видно по меди по свинцу по платине по серебру по золоту то есть цены очень высоки таким образом в данный момент я нахожусь вне рынка по той причине что любая торговая система при недостоверности сигналов это одно из правил ее говорит о том что рынок находится в хаосе то есть пытается определить хай и лоу как только эти позиции будут определены это локальный экстремум и таймфрейм таймфрейм это позиция в течение которого ценовой уровень накапливал объем и движение от объема то есть торговая система это понятие в конце концов переходящее в то что трейдер начинает интуитивно выбирать инструменты и говорить мне нравится такой инструмент или такой инструмент не нравится то есть сейчас я открываю позицию или рассматриваю те или иные инструменты это инструменты которые я рассматриваю в течение дня примерно около 40 инструмента иногда включаю экзотику такие вещи как фунт новозеландцу такой кросс практически отсутствует это экзотика это искусственная валюта и больше всего я склоняюсь к торговле именно индексами ну в частности что подтверждает позицию по золоту потому что золото это хеджирующий инструмент развивается вторичная переработка которая может обеспечить вся вторичка может обеспечить промышленность на ближайшие 20-30 лет то есть нет нужды в новых месторождениях в поисках так сказать золотоносных жил и так далее то есть на одной вторичке это ювелирка лом компьютерная промышленность остаточные накопленные запасы в отвалах рудных это все вторичка то есть рынок сейчас не нуждается в новом сырье не нуждается в новых месторождениях в том числе лейфсланце позиция по золоту подтверждается позиции по нефти и по меди это нефть которая прогнозировалась на 2012 год как торговля около уровней 108 95 по меди позиция рынок находится в глубоком даунтренде то есть позиция на продажу и с учетом того что вторичные средства веслом вторичное сырье обеспечат промышленность на 20 лет и о том что в принципе нет нужды сейчас искать какие-то так сказать инструменты эксклюзивные с большим шагом с большим размахом а более склоняться к внутрисессионной торговле торговле от уровней ну хотя бы на примере австралийца здесь явно выражены спекулятивные намерения то есть австралийская промышленность и новозеландская промышленность австралийц находится в долгосрочном даунтренде по отношению к новозеландцу четко доказанные уровни и при соответствующих благоприятных условиях австралийц против новозеландца будут расти если фунт сейчас в падении глубоком против новозеландца это инструмент на котором я совершил несколько сделок ну это так сказать валюта которая или спрос на этот кросс вообще отсутствует то есть если сравнить британскую промышленность и новозеландскую промышленность то скорее всего идет просто скупка мощностей страна поставщик сырья в том числе и земли территории всегда требует плату в местной валюте то есть скорее всего великобритания расширяет зону внимания и переходит именно вот в новую зеландию гпб нсд сейчас я найду эту валюту и покажу что происходит в четвертой группе валют в долгосрочке это кросс который находится в глубоком падении до всех кризисов до с декабря 1997 года то есть фонд против новозеландца падает это еще одно подтверждение вывода о том что не товар определяет спрос а финансы экономики формируют рынок раскручивают тот или иной товар и выводят его на рынок то есть просто идет скупка новой зеландии сырья земель и так далее там мощностей хорошие климатические условия и британия расширяет территорию влияния денег напечатано очень много порядка один к одному или 1.085 резервы центробанков раздут это видно в новостном режиме давайте вернемся к рынку и к текущей ситуации по рынку значит что происходит избыточная денежная масса перепроизводства перепроизводства выражено в том что в частности российское правительство заявляет о снижении уровня инфляции при фактах бегства капитала из страны ужесточения инвестиционного климата затоваренные склады снижения покупательной способности так сказать вяло текущая безработица в том числе и скрытая у Америки безработица скрывается процентов на 70 есть группа населения и масса населения которая вообще в Америке никогда не регистрировалась до пенсионного возраста на бирже то есть есть так называемая проблемная группа или самозанятые или так называемые сезонные рабочие без учета в 100 данных избыточная денежная масса забитые склады как сырьем так и продукцией произведенной продукции это в том числе и комплектующие которые могут быть при вторичной переработке меньше затрат ой из 5 тонн золота считается из 5 тонн руды 2 грамма золота добыча считается хорошим показателем таким образом нужно учитывать не только то что рынки перенакачены средствами банк японии решил устроить гиперинфляцию то есть после того как рынки начали восстанавливаться банк японии изучив опыт всех этих рынков на выходе из кризиса решил устроить гиперинфляцию то есть инвестирование в долгосрочные расписки банка японии то есть скупка собственных обязательств печатание личных средств в соотношении ПВП 1% это в 2 раза больше нежели чем все интервенции американской экономики или интервенции ФРС для восстановления американской экономики то есть сейчас рынки просто перезалиты средствами это видно на индексах на снижении покупательной способности на увеличении безработицы в еврозоне на скрытой безработице в США то есть то что в статданные не входит на снижении покупательной способности в России на текущей безработице инфляция потребительские способности населения Испания Италия Ирландия Греция Кипр наконец-то и попытка залить рынки средствами то есть денежные средства монетарная политика для снижения напряженности в разных странах то есть для того чтобы банки смогли бы выкупить собственные долги одной из позиций ЛТРО это европейская программа по стабилизации рынков и выхода из экономического кризиса это перевод долгосрочных обязательств в краткосрочные обязательства при том что долги банков были погашены всего лишь не более чем на 10% то есть рынки просто перезалиты средствами то есть все то что мы видим и в новостном режиме сейчас я покажу новостной режим ожидаемое снижение ставки центробанка ЕС австралиец за это время по-моему около 7 раз или 6 раз менял ставку понижал повышал уходил очень оперативно действовал поддерживаемая ставка ФРС 0,025% и японские интервенции в новостном в новостном режиме это видно как возможность возникновения гиперинфляции в Японии то есть Япония начинает скупать собственные долги и в конце концов недавно изъявление Японии о том что она может стать поставщиком сырья это видно как на примере в Великобритании по отношению к Новой Зеландии так и в отношении Японии по политике Центробанка Это сообщение в Японии зреет революция Значит Синзо А.Б. назначено пост главы Центробанка Японии Он заявил что Центробанк намерен расширять баланс на сумму превышающую 1% от внутреннего валового продукта в месяц что в два раза больше чем ФРС то есть эта скупка долговых обязательств после этого перевод долгосрочных долговых обязательств в краткосрочку на примере ЕЦБ по Германии на пике перед кризисом скупали акции ведущих немецких предприятий выгоняли ДАКС там за 8000 и в конце концов на выходе из кризиса обратный платеж то есть предприятия стали скупать собственные деньги то есть чисто монетарная политика но в конце концов деньги нуждаются в опосредовании то есть товарной массе то есть в потребителей и так далее то есть СИНЗАБ пообещал за 2 года удвоить объем денежной массы удвоить и вложение Центробанка в гособлигации то есть собственные долги то есть простой потребитель в том числе и трейдер который имеет счет открывает позиции совершенно не заинтересован ни в подобных стратегиях и банки в трейдере в простом трейдере или инвесторе также не заинтересованы то есть деньги делают деньги соответственно любой новостной режим который мы читаем в том числе и переводы или первоисточники всегда нуждаются в осмыслении то есть финансовые системы при всех спросах предложениях экономических рынках процентных ставках нуждаются в прибыли это так называемая финансовая война или экономические войны на примере того что та же самая Япония заявила о том что вскоре может стать сырьевой страной на первый план таким образом по паре фунт новозеландский доллар заявление Центробанка Японии и монетарной политики именно Японии говорит о том что инвестиции крупных игроков начинаются направляться именно в сырьевую зону но с учетом того что сырьевая зона JP Morgan по-моему за последние полтора года инвестировав в медь потерял около 30% вложений на первый план выходят новые технологии и вторичная переработка на которой мировая промышленность может совершенно спокойно не напрягаясь прожить 20-30 лет то есть это все монетарная политика как торговая система которая торгует именно уже средствами таким образом торговые системы как бы хорошо ни были в то или иное время начинают показывать убытки в этом случае психология трейдинга трейдер должен опосведоваться на рынке и определиться стоит ли ему при соответствующем новостном режиме в частности если раньше при встречах G7 G7 G8 G20 евро ее сдодвигалось в канале то сейчас четко видно что на G20 еврогруппа это 12 апреля встреча еврогруппы закончилась но обычно в это время это видно вот как раз пятница G20 принятые решения будут опубликованы примерно в течение ближайших 3-5 дней это все заседания еврогруппы соответственно к среде или четвергу тренд по паре евро и USD будет уже явно выражен сейчас коррекции то есть торговой системой может являться любой подход который понятен трейдеру в этом торговом подходе или стратегии должны быть тактики то есть топ-лоссовые позиции тейк-профитные и так далее то есть управление собственно капиталом это понятно это понятно и так вебинар подходит к окончанию на следующем вебинаре одна из главных тем которые возникают у трейдера каким образом ориентироваться в рынке прежде всего вспомогательным материалом являются отчеты код СМИ ссылочка ниже приведена я неоднократно уже говорил и упоминал об этой ссылке это закрытые позиции по прошествии торгового периода торгового периода 5 суток в каждой неделе за исключением праздников по некоторым странам и следующая позиция это я предваряю следующий вебинар и следующий вебинар видимо будет несколько вебинаров 1 2 это дивергенции конвергенции таймфреймы накопленные дивергенции конвергенции скрытые дивергенции конвергенции общее понятие дивергенции это рассогласование цены и индикаторов которые описывают цену конвергенция это согласованное движение цены индикатора возникает временной фактор таймфрейм таймфрейм это один бар на выбранном таймфрейме или же длительность накопления цены в некотором промежутке времени то есть сутки двое трое месяц нисходящий тренд таким образом трейдер всегда каждый раз выбирает таймфрейм после этого определяет существуют ли на таймфрейме дивергенции и конвергенции их определение немного ниже то есть накопленные и скрытые это тема следующего вебинара прошу к нему подготовиться если вопросов у вас нет благодарю за внимание удачи в торговле удачи в торговле